О том, что сейчас происходит в Средловской области и как церковь помогает погорельцам, обсудим прямо сейчас и для этого перенесемся в столицу Урала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У них крыш над головой, кто-то приютил их? Сейчас православная служба милосердия на связи со священниками из СОСВ и из социального отдела Серовской партии, с теми священниками, которые состоят в штабах помощи. И по их информации, этих священников, местные жители погорельцы размещаются во временном жилье, кто-то размещается у знакомых, у родственников. И почти всем сейчас необходимо постельное белье. Также идут буквально в последнее время запросы на... Чтобы мы присылали... Идут запросы на строительные инструменты. То есть просят строительные инструменты. Там их не хватает, видимо, для того, чтобы разбирать завалы и строить жилье. Что удалось собрать за это время? Как помогли уже? Ну, что касается православной службы милосердия, вчера уехала первая газель. Вот, сейчас собирается вторая, и думаю, что в ближайшие дни, наверное, выходные, уедет вторая машина. Но мы ее будем формировать уже на основании той актуальной информации, которая поступит к нам завтра-послезавтра. Потому что если сейчас постельное белье – это прямо самое необходимое подушке и дьявол, потому что людям не на чем спать, то возможно, что через два дня будет уже немножко другой спрос. Вот, также в воскресенье, в день Жон Мироносец, по благословению нашей владыки Екатеринбургской Верхотургской Евгении, в Екатеринбургской парке пройдет так называемый кружечный сбор по храмам, где тоже деньги будем собирать в помощь покорельцам. Тем, кто хочет помочь, что необходимо сделать? Куда прийти? Куда позвонить? Ну, для начала можно позвонить нашей православной службе милосердия по телефону 200-07-04, код города 343, потому что у наших специалистов самая, наиболее актуальная информация проверенная от наших священников, которые работают там прямо на местах. Я надеюсь, что наши зрители захотят присоединиться к помощи и обязательно с вами свяжутся. Большое спасибо, что нашли время для того, чтобы присоединиться к нашему прямому эфиру.